2116 ну это уж совсем уж не высоко поэтому нужно побеждать побеждать набирать сколько там каких-нибудь 10 пунктов рейтинга мне так кажется 10 и защита чегорина попытка попытка защиты чеголина которая не уме не увенчалась успехом так а это что еще и же 6 здесь можно играть ладно тогда давайте c4 съедим и потом уже будем как-нибудь спрашивать зачем на d5 стоит пешка точнее зачем на c6 стоит конь в такой структуре хотя он его конечно может куда-то быстренько перекинуть перебросить так сделали рокировочку b4 хочу быстро сыграть но правда это без слона на b5 нужно было было делать так хорошо теперь b4 вот b4 чтобы совсем уж прикрыть черных на ферзьевом фланге но как только конь отойдет c6 а он рано или поздно отойдет c6 я конечно же сыграю а4 сразу чтобы потом играть опять он пока наползает на королевском фланге думает что в этом его шанс хорошо я даже ферзя на b4 на b3 поставлю чтобы уже увереннее вести вперед свою пехоту чтобы она никого не боялась так а здесь еще могу даже на а3 слона поставить чтобы b4 было с темпом и там уже конечно веселье наступит безудержное потому что ой сколько мы нанижем фигур на эту на этой диагонали на этого слона так но теперь на b4 он явно хочется сыграть коня 4 до но на коне а4 будет ферзь b4 на коне опять будет ферзь b4 с угрозой двойного удара на а4 и на б7 так а что у соперника на это будет заготовлено наверное не будет коня 4 играть он сначала разменяется потом коня 4 сыграет так и потом ферзь в общем то точнее конь на c4 даже сможет пойти наверное ладно давайте играть там посмотрим нет он сразу коня 4 играя но бесхитростно бесхитростно двойной ударчик и я по моему с лишней фигуркой нужно было конечно же сначала разменяться чтобы ладья защищала этого коника но так здесь кажется кажется все наверное концы 6 обратно нужно играть и отдавать за пешку коня но это больно больно и обидно защиты я лично не вижу безысходность у черных безысходность c5 c5 это интересный какой-то ход подождите-ка а на c5 ну на c5 я могу как минимум забрать коня наверное забрать коня если будет обе то бью ферзем просто так если будет здесь взять и бью конем и снова таки потом ферзем ладно беру коня б6 так соперник будет пытаться поймать моего ферзя но мне кажется это занятие бесперспективное хотя бы потому что я на c5 съедаю и возобновляю угрозу коню на е7 а потом еще на е5 съедаю нет он не согласен что это угроза он считает что это детский сад хорошо на ферзя напал еще добавляем добавляем огня так я честно говоря собирался надо 5 как-то побить но сейчас я понимаю что это не очень хорошая идея было но если конь отойдет я же уже смогу на d5 пробить поэтому наверное можно пока на f7 напасть честно говоря даже если я здесь ферзя потеряю за ладью например где-то мне кажется ничего страшного не будет потому что уже настолько все хорошо проходная у меня будет далеко задвинутая продвинутая так он решил на е6 у меня по-прежнему лишняя фигура да давайте конь c6 сыграем конь c6 если он бьет бьем на f8 шахом бьем потом еще раз и забираем на c6 просто сохраняем лишнюю фигуру времечко мало давайте так так съели а не захочет так мы на 6 едим тоже чего-нибудь съедим ну соперник так интересно сопротивляется как-то вроде бы без фигуры но умудряются какие-то создать угрозки ну то ли я конечно технику не лучшую демонстрирую технику реализации хорошо съели здесь еще на же 5 хочу съесть хочу все съесть так напал но это ничего страшного я ага хорошо уговорил это страшно хорошо я так сыграл напал теперь так сыграл теперь отошел и что чего добился конь у меня-то слон уже не под боем черный чернопольный тебя f6 можно сыграть неожиданно так да он играет f6 ух ты скрочная ладью наш седьмую горизонталь чтобы король не вышел конь куда-то пошел так защитили пешку на всякий случай своего коня развязываем отошли ой на 1 горизонталь мы въезжаем до въезжает ладья но вроде бы все должны выжить все все должны выжить давайте мы шажок дадим а зачем я дал шажок это неизвестно об этом истории умалчивает но по-моему проходит моя пешка и конечно же с лишней ладьей тут я уже победил так ну съел съел все спокойно сейчас соперник успокоится уже да он уронил флаг но здесь уже конечно была победа ну интересно бывает что без фигуры выигрываешь а здесь вот с лишней фигурой можно было и даже где-то наверное проиграть если неаккуратно сыграть хотя может быть это просто так просто так казалось